Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. На этой неделе в Красном море проходят первые в истории совместные учения, в которых наряду с 5-м флотом США и военно-морским флотом Израиля участвуют военные флоты Бахрейна и Арабских Эмиратов. Учения организованы Пентагоном и призваны служить предостережением Ирану. Арабские Эмираты уже участвовали в совместных учениях с Израильским флотом, но Бахрейн участвует в таких учениях впервые, по крайней мере, открыто. Отмечу также, что на условиях так называемой конфиденциальности в совместных военных учениях с Израилем участвуют уже многие арабские страны. В частности, в международных учениях ВВС «Синий флаг» недавно принимали участие и орданские F-16, хотя Хашемитское королевство подчеркнуто не афиширует своего военного сотрудничества с Израилем. Сегодня во многих арабо-палестинских населенных пунктах в Иудее и Самарии проводились мероприятия, посвященные 17-й годовщине со дня смерти одиозного палестинского главаря Ясера Арафата. Многие мероприятия ожидаемо переросли в столкновения с израильскими военными. В южном районе Хеврона прошла демонстрация молодежи, посвященная памяти покойного главаря палестинского террора. Несколько провокаторов забросали камнями израильский контроль на пропускной пункт и получили в ответ слезоточивый газ. Подобные столкновения палестинской молодежи с израильскими военными произошли и в Байтумаре, к северу от Хеврона. Для разгона толпы военные применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Многолюдные столкновения произошли также в городах Байтлехем, Вифлеем и Текуа. Во многих палестинских населенных пунктах прошли культурные мероприятия, а также выставки, посвященные жизни и политической карьере Арафата. А в арабском Сальфите, городе на западном берегу Иордана, представители движения Фатах и городской мэрии провели даже торжественное открытие площади имени Ясера Арафата. Израильская пара сфотографировала дворец Эрдогана и была арестована. В Турции задержаны туристы из Израиля, после того, как они сфотографировали резиденцию нынешнего турецкого правителя. Пара из центра Израиля отправилась в отпуск в Турцию. Там женщина увидела, как она заявила, красивый дом, сфотографировала его и даже поделилась фото в семейном чате. Однако оказалось, что в Турции это запрещено, и супругов задержали. Их родственники забеспокоились, когда пропала связь с туристами, и они даже не вернулись домой в срок. Израильский МИД теперь знает о ситуации, однако не сообщается, какой именно дом Эрдогана был незаконно сфотографирован израильтянами. Отмечу, что президентский дворец в Анкаре считается самым большим подобным сооружением. В нем больше тысячи комнат и 300 тысяч квадратных метров площади. Еще один дворец стоит на озере Ван. Там площадь поскромнее, всего тысячи метров. Он стилизован под дворец сельджукских правителей 13 века. Еще одна летняя резиденция недалеко от Мармориса. Красивый ажурный дворец с бассейном находится недалеко от туристических троп. В нем 300 комнат. Чтобы его построить, даже были уничтожены изрядные куски леса. Кнесет закрыл лазейку в законе, позволявшую корпорациям не платить за эксплуатацию природных ресурсов. Парламент Израиля принял, наконец, важную поправку к закону о налогообложении прибыли, от эксплуатации природных ресурсов, принятому в рамках так называемой газовой сделки. Отныне израильские корпорации, оспаривающие выплату налоговых сборов, обязаны будут платить налоги так же, как и рядовые граждане, несмотря на поданные ими апелляции в суд против начисленных сумм. Благодаря принятой поправке, наконец, заработает Фонд благосостояния будущих поколений, формируемых за счет пошлин на добычу природного газа. Этот институт, созданный по образу и подобию Фонда будущего Норвегии, должен был начать работать еще в 2018 году, при поступлении первого миллиарда шекелей. Однако этот момент до сих пор не наступил. Из-за апелляции газодобытчиков и лазейки в законе, позволяющей не платить оспариваемую часть пошлины, до завершения судебных тяжб с государством. До сих пор на счета Израильского фонда поступило менее 800 миллионов шекелей. Принятая поправка должна в ближайшее время обеспечить удвоение этой суммы. Отмечу, что рядовые израильтяне, оспаривающие начисленные суммы налогов или штрафов, обязаны сначала расплатиться с государством, и лишь после этого добиваться через суд возврата сумм, которые они считают начисленными неправомерно. Тем временем, закон о налогообложении и прибыли от эксплуатации природных ресурсов создал для газовых монополистов привилегированные условия и позволил им оттягивать платежи на многие годы. Поправка к закону теперь упрощает процедуру взымания сборов. Прежде чем начинать тяжбу с государством, компания обязана уплатить 75% начисленной пошлины. Кроме того, вводится штраф за недоплату. В случае подачи налогового отчета с заниженной оценкой ежегодного платежа, налоговый орган будет уполномочен взыскать 15% разницы между заниженной оценкой компаний и оценкой налогового органа. Добавлю также, что инициатором поправки стала бывший председатель управления электроэнергии Урид Фаркаш-Хакоэн, уволенная с поста из-за отказа утвердить соглашение с газодобытчиками. Однако, став депутатом Кнессета и министром, она внесла законопроект и два года добивалась его принятия. Нынешнее правительство перемен Беннета Лапида поддержало поправку. И законопроект Фаркаш-Хакоэн сегодня стал законом. Одновременно министр финансов Авикдор Либерман подчеркнул, что этот закон имеет огромное значение, так как создает механизмы для работы с заниженными налоговыми декларациями компаний, получивших право на разработку природных ресурсов Израиля. Халатность израильских пограничников чуть не убила женщину с младенцем. Сегодня в СМИ и в соцсетях Израиля получила пристальное внимание общественности видео опасного инцидента с бронированным джипом пограничной полиции на иврите Магав, припаркованным безручного тормоза. Инцидент едва не стоил жизни сразу нескольким невинным людям. Тяжелый бронированный джип, стоящий у въезда в поселок Гар-Адар, был оставлен водителем безручного тормоза и под собственной тяжестью покатился назад с горы, вылетев на дорогу. Водитель пытался догнать уезжающий от него джип и чуть не попал под него сам. От катастрофы его отделялись считанные сантиметры. Мало того, затем каким-то чудом махина не врезалась в проезжавший мимо в эту секунду легкий автомобиль, в котором находилась женщина с грудным младенцем. Военный джип обогнул ее буквально в сантиметре и, наконец, остановился, уткнувшись в флотный кустарник. Командование объявило, что виновные получили взыскание за грубое нарушение правил и норм безопасности. Однако выясняется, что это далеко не первое подобное происшествие. Ровно год назад группа бойцов пограничной полиции на таком же джипе преследовало контрабандистов-мотоциклистов по проселочной дороге. В какой-то момент водитель остановил машину, бойцы выскочили и продолжили погоню бегом. При этом водитель забыл поставить такой же тяжеленный джип на ручной тормоз. Машина покатилась и свалилась в кювет. Пострадавших тогда тоже, к счастью, не было. Очередной инцидент демонстрирует, что водители-пограничники по-прежнему упорно забывают пользоваться ручником. На этот раз, как говорится, все, слава богу, вновь обошлось. Забавный случай вызвал переполох в общине нью-йоркских хасидов. Уважаемый член сообщества оказался ливанцем-мусульманином. При этом он даже успел жениться на еврейке. В 2018 году в Ешиву Хабада в Техасе явился некий молодой человек, который назвался Элияху Халивой, ливанским евреем. Он учился, интегрировался в ультра-ортодоксальное общество, хорошо владел евритом, и ни у кого и мысли не было, что он не еврей. Он даже создал на специальном веб-сайте MyHeritage, мое наследие, свое выдуманное генеалогическое дерево. Когда Халива был разоблачен, в древе обнаружились самые удивительные нестыковки. К примеру, в числе своих родственников он назвал Мейера Лански, знаменитого еврейского мафиози из Нью-Йорка 20-х годов. Освоившись, Халива познакомился на сайте еврейских знакомств с девушкой из Бруклина и женился на ней. Какие-то сомнения были у жены Равина, которая готовила невесту к свадьбе, но их не учли. После свадьбы у братьев жены появились подозрения, они пришли домой к молодым и обнаружили ливанский паспорт на совершенно другие имя и фамилию. После этого жену эвакуировали из дома в безопасное место, а о поддельном ортодоксе сообщили в ФБР. Выяснилось, что мусульмане не имеют никакого отношения к терроризму, ему просто нравится вести еврейский образ жизни. А с Гиюром у него что-то не заладилось, поэтому он решил перешагнуть через это препятствие. В США он находится на законных основаниях и имеет помимо ливанского американский паспорт. Единственное обвинение, которое ему можно предъявить в выдаче себя за другое лицо. Сейчас Равины выясняют, не была ли мать плута еврейкой. Дело в том, что тогда он действительно еврей и заключенный брак законен. На сегодня это все, я прощаюсь с вами, всего вам доброго и до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин